И весь цивилизованный мир считает так, как я, либо я считаю, как цивилизованный мир, что агрессия России началась в феврале 2014 года. С чего? С захвата Крыма. А какие у вас подтверждения? Вы же вроде как историк, если я правильно понимаю. А какие у вас есть подтверждения документальные, исторические, вот этой самой агрессии в Крыму? Какие бои там, может, были? Бои не имеют отношения к агрессии. Давайте откроем резолюцию. У вас есть возможность открыть резолюцию ООН, а разговор может быть только предметным. Да, я не против. Откройте, пожалуйста. Смотрите, не-не-не, подождите, подождите. Жду. Давайте сразу определимся по поводу резолюции, что это такое. Да, давайте определимся, что такое резолюция. Что, какую юридическую силу имеет резолюция. Рекомендательная. Отлично. Давайте теперь смотреть. Еще вопросы? Да, будем смотреть резолюцию ООН 3314, где дается определение агрессии. Будем смотреть. Ну, смотри, будем или нет? Ну, она же рекомендательная. Смотреть будем или нет? Ну, давайте посмотрим. Там дается определение агрессии. Действия вашей страны. Рекомендательная. Действия вашей... Вы же сказали о международном праве. Резолюция ООН есть часть международного права. Вы об этом знаете? Рекомендательная. Пусть будет даже рекомендательная. Но это единственный документ, где дается определение агрессии. За этот документ голосовал и Советский Союз, кстати. Эту резолюцию. Я правильно вас понял? Да, вы сейчас сказали. Я из этих резолюций, из этой резолюции непосредственно, действия российской... Я слушаю вас внимательно. Слушайте. Что случилось? Ничего. Действия Российской Федерации определены как агрессия. И на основании этого, что определены как агрессия, в Украине оказывается помощь международная, финансовая, экономическая, военная. Если вы считаете... Слушайте, сложно поспорить. Если вы считаете, что не Россия совершила агрессию, а какая-то другая страна совершила агрессию в феврале 2014 года, я готов вас послушать. Я, и мировое общество считает, что это агрессия в соответствии с пунктом третьим резолюции ООН 3314. Основываясь на резолюциях. Основываясь на резолюциях. Если вы считаете что-то другое, что там происходило, я готов выслушать вашу точку зрения. Хорошо, отлично. Давайте так. А что именно происходило в феврале 2014 года в Крыму? Я вам объясню. А сначала откроем резолюцию ООН 3314. Давайте открывайте. Да, господи. Откройте. Да, ты вы можете у себя открыть. Я вам поверю, когда вы прочитаете прямо это все целиком. Я же ее читал, понимаете? Без проблем. Итак, определение агрессии. Утверждено резолюцией 3314. Опускаемся к пункту третьему. Который гласит. Любое из следующих действий, независимо от объявления войны, с учетом и в соответствии с положением статьи 2. Захотите статью 2 почитаю. Будет квалифицироваться в качестве акта агрессии. А вторжение или нападение вооруженных сил государства на территории другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого государства или части ее. Объясняю, что же происходило. Не, 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 подождите. Исходя из этого, в феврале месяце 2014 года, в ночь с 26 на 27 февраля 2014 года, вооруженные силы, силы специальных операций Российской Федерации в городе Симферополе захватили помещение Верховного Совета Автономной Республики Крым и кабинета министров, спустили, спустили. Прямо я смотрю, даже телефончик убрал, дальше уже из головы пошло. Хорошо, продолжай. Вы меня несколько раз прервали с какой целью? Я вас не прерывал, я прям, я же даже говорю, я слушаю вас, не прерывайте, пожалуйста, я уж внимательно вас слушаю. Вам неинтересно, мне не нужны подписчики такие люди, как вы. Продолжайте, пожалуйста. В ночь с 26 на 27 февраля силы специальных операций Российской Федерации, которые не имели права быть на территории города Симферополь, автономной республики Крым. Ложь. Дальше. В силы специальных операций Российской Федерации захватили помещение Верховного Совета Автономной Республики Крым и кабинета министров. По договору между Украиной и Российской Федерацией вооруженные силы Российской Федерации размещались в четко определенных пунктах. Сейчас, подождите, я это тоже запишу. Так, про... Не-не, сейчас, секунду, подождите, мне надо записать, потому что я... Вы сейчас накидаете, потом, когда мне придется отвечать, я задолбаюсь скакать по всем этим пунктам. Пишите, пишите, пишите. Поэтому давайте так, я записываю. Пишите, пишите по договору между Украиной и Россией. Да-да-да, с Украиной по поводу... Размещались в четко определенных пунктах. Ага, да, я просто знаю, что вам ответить, но я дослушаю вас. Сейчас я только запишу. Да, Симферополь не входил в это перечисление. Рядом с Симферополем есть поселок Гвардейский, который арендовался Российской Федерацией. Ну, это уже мелочи. На территории... Это я не буду записывать. Вы записываете. Я вас слушаю. Вы записываете. Не, я же говорю, я все, я записал. Вот. Пока что я записал. В Симферополе не было. А теперь, поскольку вы обвинили меня во лжи, опровергните эту ситуацию. Слушаю вас. Вы достаточно записали, чтобы это опровергнуть. Слушаю. Ну, отлично. По поводу договора между Россией и Украиной о местонахождении наших, так сказать, войск. Вот это самое последнее. Открывайте договор и смотрите перечисления. Да, отлично. Смотрел, открывал. Открывайте и смотрите. Своим подписчикам покажу. Где там Симферополь? Смотрите, как... Не, 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 не. А теперь смотрите... Не, так вы у меня слушаете. Симферополь где? Откройте договор. Какой Симферополь? Где находились силы СССР? По скольку в нашем договоре между Украиной и Россией было следующее... Включите звук, и с вами продолжу разговор. Хорошо, тогда я расскажу. Тогда я просто расскажу это своим подписчикам. Это вы можете рассказывать своим подписчикам без меня. Так вот, у нас в договоре был следующий пункт. Если в течение пяти секунд вы не включите мне звук, я вам пошли. Вы идите из территории наших военных баз. И можете рассказывать своим подписчикам, что вы можете... Большой договор между Россией и Украиной... А ты сейчас забей, кстати. Я подожду. Тебе будет очень интересно его почитать. Ну, вы сначала расскажите, чтобы я понимал, что мы говорим о том, что я не считал. Ну, ты не считал. А ты хоть знал, что существует такой договор? Ну, смотри, скажите... Про соглашение ты знаешь. О чем... Соглашения не были ратифицированы. Вы мне скажите, и я пойму. Ну, считал я его или нет? О дружбе, сотрудничестве и братской любви между Россией... Прямо так и написано. Братская любовь. Тогда я точно не считал. Давайте посмотрим, что за договор. Ну, смотри. Что выливать? 97-й год. Большой договор между Россией и Украиной. Большой договор. Прям большой. Там написано. Начинаются высокие договаривающиеся стороны. И дальше пошло по тексту. Потому что он большой договор, всеобъемлющий. Двора дружбе, сотрудничестве и партнерстве, да? Вы это имеете в виду. Смотри, как интересно. Какой год? Как вы сказали, я 97-й вбил. Я его спрашиваю. Вот видишь, я тебя не обманул. А я что-то говорил про это? Ну, ты говорил, я могу об этом поспорить. И там что-то вспомнил про какой-то меморандум. Я же уточнил у вас. Что именно вы имеете в виду? Ну, что там написано? Ну, как называется? О дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной. Ну, и что с ним не так? Россия нарушила этот договор. Да неужели? Да, в 2014 году, 27 февраля. 27 февраля, что там произошло? Забей, что произошло? 27 февраля. Не, 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 давайте уже своими словами. Бремя доказывающего лежит на доказывающем. Ну, ты же проверишь мои слова? Конечно. Конечно, проверю. 27 февраля 2014 года Российская Федерация нарушила договор, который был подписан, ну, который ты только что нашел, да? Нарушила тем, что Путин дал приказ силам специальных операций Российской Федерации провести специальную военную операцию по оккупации Крыма. Вот сразу, сразу вранье, сразу вранье. Зачем вы мне врете? Проверь, проверь. Силы специальной операции, набирай, набирай в Википедии силы специальных операций. Знаю, в курсе. Знаешь, в курсе? Да, конечно. Знаешь, когда у них день сил специальных военных операций? Когда у них праздник? А вы знаете, когда у вас день добровольца, вот вам встречный сразу. Сейчас мы перейдем. А еще такой вопрос. Пока мы не начали переходить. Еще дальше на другие темы. Вот я вам сразу, по вашей методичке, перескачу на другую тему. Не надо перескакивать на другую тему. А давайте все-таки сделаем вот так. Нет, давай по силам специальных. А что вас не устраивает? Нет, мы должны зафиксировать. Мы с Украины постоянно скачут с темы на тему, когда им становится неудобно. Давайте сделаем сразу. Да смотри, вот я с темы на тему как раз и не скачу. Мы начали про силы специальных военных операций, силы СЭО. А ты пытаешься соскочить с темы. Я всего лишь хочу высказать одну мысль, которую вы меня перебиваете и меня же ставите... Ты нашел силы специальных операций? Я читал об этом. Что ты читал? То, что это вранье. Что вранье? Что вранье? Не было никакой специальной операции по захвату Крыма, как вы сказали. Это вранье. СССР. Силы специальных операций. Я вам ответил на вопрос. Не было никакой специальной операции по захвату Крыма. Сейчас я прочитаю... Крым от вас ушел. Сейчас я тебе прочитаю про специальную операцию силы специальных операций Российской Федерации. Силы специальных операций СССР, структурное формирование вооруженных сил Российской Федерации, формирование которого началось в 2009 году в ходе масштабной реформы вооруженных сил Российской Федерации. И вот тут вот дальше идут их развитие этих сил специальных военных операций, а далее, а далее, впоследствии, вот день сил специальных военных операций. Впоследствии 16 марта, а это уже вежливые люди по словам Путина, да, ага, вот, ежегодно, ежегодно, то что я тебе давал домашнее задание, а ты не хочешь его выполнять, ежегодно 27 февраля, начиная с 2015 года, а я тебе только что сказал, что 27 февраля 2014 года началась специальная военная операция по оккупации Крыма по прямому приказу Путина. И через год, ровно через год, 27 февраля, начиная с 2015 года, на России отмечается Дел Сил Специальных Операций. Это памятный день установлен указом президента Российской Федерации ВВ Путина номер 103 от 26 февраля 2015 года об установлении Дня Сил Специальных Военных Операций. Инициатива установления новой памятной даты, именуемой в народе как День вежливых людей, возникла после многочисленных обращений российских граждан к депутатам Комитета по обороне Государственной Думы Российской Федерации. В тексте президентства указа об установлении этой праздничной даты, ее обоснования отсутствует. Однако официальная российская газета связала этот памятный день с событиями, произошедшими 27 февраля 2014 года в Крыму. Уразумел? Да, конечно. Я же говорю, ты, дурачок, не понял ничего. Ты вот читаешь информацию, но не понимаешь. Понятно. Я дурачок, не понял ничего. А ваше мнение какое? Мое мнение очень простое. Оно единое. Смотрите, вы украли нашего президента. Сделали это совершенно незаконным и варварским способом. Вы украли его с территории Украины вертолетами. Это была специальная военная операция, о чем признавался и ваш верховный главнокомандующий. Он об этом рассказывал на камеру под запись без проблем. Наш президент был украден страной, которая осуществляла уже на тот момент агрессивное нападение на наше государство. Поскольку у вас есть медаль за освобождение Крыма, на аверсе написано за освобождение Крыма, а на реверсе указаны даты начала операции. Там указано 20 февраля 2014 года. А президент наш Янукович еще 22 февраля 2014 года находился на территории Украины. Соответственно, у вас даты даже не стыкуются. Нас оккупантами признали? Не знаю. Ну вот, под рукой. Под рукой у меня. Это так. Из моего архива я тебе достаю. Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Вденных Наций. А кто признал? Ну помолчи. Ты же спросил, я тебе отвечаю. Генеральной Ассамблеи Организации Вденных Наций. От 7 декабря 2020 года. Ее номер 75 дробь 29. Называется «Проблема милитаризации автономной республики Крым и города Севастополь, Украина, а также районов Черного и Азоузского морей». В первом пункте что мы читаем? Настоятельно призывают Российскую Федерацию, как оккупирующую державу, как оккупирующую державу, немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои вооруженные силы из Крыма и незамедлительно прекратить временную оккупацию территории Украины. А ты говоришь, нету никаких документов. Еще раз. Референдум, якобы референдум, проводился 16 марта. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. В ночь с 26 на 27 февраля, ну если вы подумаете, то поймете, что это раньше, чем 16 марта. Каким образом спецназ российский оказался в здании парламента Крыма? Тогда был кто у нас? Янукович президент в Киеве сидел, да, в парламенте? Тогда был исполняющий обязанности Турчинов. Какое это имеет значение? Имеет значение, что он попросил убежище. Кто попросил убежище? Поэтому там не проспать. Кто попросил убежище? Где можно об этом узнать? А куда он делся тогда? Сбежал или вы его выкрали, я не знаю. Никто никого не выкрадывал. Человек, который попросил убежище, ему дают убежище. Где можно ознакомиться с этим документом, в котором он... Не кричите, чего вы кричите? Почему? На основании чего вы утверждаете, что он попросил политическое убежище? Где можно увидеть это заявление, документ какой-то? Хотя бы устное заявление можно найти? Когда он не хотел, когда разговор шел, что хотели в НАТО войти, и он мягко хотел это отрегулировать. А его не послушали, и строили майдар. А его взяли, не послушали, и сделали майдар. Так почему с 26 на 27 февраля в парламенте Крыма оказался ваш российский спецназ? А я не знаю, скажите вы. Потому что вы оккупировали территорию украинского Крыма. Спецназ захватил ваше административное здание парламента. Вы захватили все административные здания по Крыму, ваши военные. И блокировали наши воинские части. И блокировали воинские части. Подождите, я же не закончил. И блокировали воинские части. И только после этого, когда вы силой согнали, о чем Гиркин говорит, силой согнали депутатов Верховного Совета Крыма в зал, они якобы проголосовали там что-то. Хотя ни видео нет, ни документов никаких не показано, ничего. О чем-то они там проголосовали. Как вы думаете, на оккупированной территории можно считать легитимными любые референдумы? Народная воля. Народ проголосовал в Китае. Да я не политинформацию хочу слышать, а конкретные ответы на конкретные вопросы. Как вы считаете, на оккупированной территории можно признавать референдумы реитимными? Что-что? Она не была оккупированной Россией. Крым был всегда российским. Как вы считаете, на оккупированной территории вообще, не в отношении Крыма, вообще на оккупированной территории можно признавать референдумы или легитимными? Например, 1 июля 2020 года провел всероссийское голосование референдум на оккупированной территории. В России прошел референдум, 80% мы дали полномочия президенту, чтобы он решал. Вы понимаете вопрос, который я вам задал? Вот, например, в 1938 году Гитлер в Австрии провел референдум после аншлюса, после оккупации Австрии. Он провел референдум. Кто его признал? Это был законный референдум, как вы думаете? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!